Привет, дорогие друзья! Прежде чем начну рассказывать, хочу порекомендовать перейти на канал и посмотреть контент про все интересующие тебя ружья и виды охот. Тенденции развития современных стрелковых практик, предполагающих использование гладкоствольного оружия, характеризуются снижением популярности ружей 16-го калибра. Многими европейскими и отечественными производителями отмечается практически полное отсутствие интереса к приобретению новых ружей в этом калибре. Однако устойчивый спрос на оружие соседних калибров 12-го и 20-го продолжает повышаться. В статье разбираемся в причинах падения популярности оружия 16-го калибра и даем ему общую оценку. Эффективность применения гладкоствольного оружия зависит от применяемого боеприпаса и его пороховой и дробовой на висок, а также от параметров самого ружья. От соотношения массы пороховой и дробовой навески зависит дульная энергия выстрела и, в конечном итоге, его поражающая способность. Соответственно, существуют пропорции в величине порохового и дробового зарядов, которые необходимо соблюдать при снаряжении патрона, чтобы обеспечить качественный выстрел. Это утверждение верно в отношении всех калибров гладкоствольного оружия. Размер калибра не влияет на дистанцию выстрела, и показатели эффективной работы ружей в 12-го, 16-го и 20-го калибрах будут идентичными. В случае использования дульных насадок дистанция поражения мишени составит порядка 50 метров, при их отсутствии 35 м. Поэтому применение 16-го не создаёт преимущества перед другими калибрами в дальности эффективного выстрела. Масса оружия и его габариты также сильно зависят от калибра. Одно из наиболее популярных и массово производимых отечественных гладкоствольных ружей МР-27. Данная модель производится с 1973 года, по настоящее время общий тираж на данный момент превышает полтора миллиона экземпляров. МР-27 изначально производились в 12, 16, 20 и других калибрах. В стандартном исполнении это ружьё предназначено для ходовой охоты и оснащается ствольным блоком длиной 660 750 мм. Охотничьи ружья ИШ в 16 калибре, при прочих равных параметрах, весили на 200 грамм легче своих аналогов в 12 калибре. В настоящий момент, после оптимизации производства, ситуация изменилась в обратную сторону, и ружьё в калибре 16 на 70 весит на 50 грамм, больше ружья 12 на 76. Такое соотношение показателей массы объясняется невысоким спросом на ружье меньшего калибра, поэтому предприятию проще изготавливать МР-27М на базе 12 калибра. Ствольный блок 16 калибра отличается лишь диаметром сверловки. Из этого следует, что применение ружей в охотничьем 16 калибре не создаёт преимущества в габаритах, а в случае с отечественными производителями производителями проигрывает по массе 12 калибру. В то же время, на официальном сайте завода стоимость МР-27М в 16 калибре незначительно превышает стоимость аналогичного в 12 калибре. Цена образования, рамки которого заявлены непосредственным производителем, явно говорит о приоритете выбора 12 калибра. Кроме того, в 12 калибре изготавливаются патронники длиной 76 мм, дающие возможность применения мощных порохов типа Magnum. Патронники 16 калибра производятся только в одном варианте 70 мм, что существенно ограничивает функционал оружия. Ещё одной важной особенностью снижения популярности 16 калибра является сфера его применения. В настоящее время в качестве таковой осталась лишь охота, главным образом ходовая. В отличие от конца прошлого века, где именно охотничье применение гладкоствольного оружия являлось превалирующим, сегодняшние стрелковые реалии значительно изменились. Главной тенденцией наших дней является применение гладкоствольного оружия не в охоте, а в спорте. Сегодняшние спортивные стрелковые практики отличаются разнообразием. Прежде всего, сохраняется интерес к классической стрельбе по тарелочкам на стенде и в траншее. В данной сфере 16 калибр применяется чрезвычайно редко, а основными являются 12 и 20. Патроны 12 калибра дают максимально возможный объём дробового облака, что способствует эффективному поражению цели. Применение 20 калибра в спортивных стрельбах является высшим пилотажем и уделом профессионалов высокого класса. Небольшой объём дробовой навески предъявляет очень высокие требования по отношению к квалификации стрелка. Попадать 20 калибром сложно, и для того, чтобы поражать цели на стенде эффективно, нужен немалый практический опыт, так как объём навески не прощает погрешностей в стрельбе. Другой не менее популярный вид стрелкового спорта – практическая стрельба. Создание в 1998 году Российского отделения Международной конфедерации практической стрельбы положило начало этому направлению стрелковых практик и в нашей стране. Приоритетом в тренировках и соревнованиях традиционно являются многозарядные системы полуавтоматы и помпы. Поскольку оружие этих классов предназначено в равной степени для охоты и самообороны, подавляющее большинство самозарядных и помповых ружей производится в 12 калибре. Он обеспечивает максимальную поражающую способность на дистанциях эффективного применения 40М. Это не говорит о неэффективности 16 калибра в случаях его использования для самообороны, но предпочтение всё равно отдаётся более крупному 12. Несмотря на снижение спроса на оружие 16 калибра, до полной отставки ему довольно далеко. На руках у населения до сих пор находится огромное количество оружия под него. Для многих оно представляет коллекционный интерес, досталось по наследству или является привычным и проверенным инструментом для охоты. Любители самостоятельно снаряжать патроны обеспечены самым необходимым. В продаже имеются пули, гильзы и все прочие расходники, необходимые для снаряжения охотничьих патронов 16 калибра. Несколько лет назад компания Браурнинг выпустила современную версию легендарной модели A5 Suite Sixten, и это действительно прекрасное ружьё. С его надёжной системой от датчика Нематитс Драйв, глянцевой ореховой ложей и классическим профилем, новый Suite 16 красив и надежен. При весе 2,6 кг его легко носить с собой. Это воистину один из самых лёгких полуавтоматов на рынке. В этом ружьё компания Браурнинг нашла оптимальный баланс, и A5 16-го калибра является одним из самых популярных ружей для охоты на птиц в горной местности США. Продаётся он по цене 1800 долларов. Браурнинг не единственный производитель на этом рынке. Несколько лет назад компания Франчи представила ружьё 16-го калибра лёгкое полевое ружьё со ствольной коробкой из алюминиевого сплава, прикладом из ореха класса, а с рукояткой типа «Принц-Уэльский», красной оптико-волоконной мушкой и навинчивающимися чоками. Конечно, на рынке также имеется множество подержанных ружей 16-го калибра, и некоторые из них можно приобрести за очень скромную цену. Иногда среди них можно встретить крайне интересные коллекционные образцы немецкого производства. Конечно, не стоит утверждать, что 16-го калибр значительно лучше 12-го или 20-го. Если бы это было так, он давно бы вытеснил два других. Но правда в том, что в 16-го калибре выполнено функциональное оружие, в котором эффективно сбалансированы вес, отдача и энергия выстрела. Он хорош для многих вещей, но для охоты в местах со сложным рельефом, где требуются значительные физнагрузки, просто великолепен. В описании я добавил полезные товары для охоты. После просмотра не забудь поставить дизлайк или лайк. Не забудь поделиться видео с друзьями.